Ольга, ну как вам опыт ведущего новостей? Это непросто, но интересно. Ну а сейчас о тех, кто также оказался на вашем месте. Проект «Пара в эфир» продолжается. Сегодня участники попробовали себя в новом амплуа. Но вот волнение при этом осталось прежним. Удалось ли ребятам его побороть и забыть о страхе, узнаете из нового выпуска. Знаете ли вы, дорогие друзья, что на телевидении есть программы, которые очень нравятся зрителям? И которые не перестают спонсировать рекламодатели? Сегодня участники проекта «Пара в эфир» примерят на себя роль ведущих самой продаваемой рубрики «Прогнозы погоды». Посмотрим, захотят ли бизнесмены Первоуральска заказать рекламу с их лицом. Наставником этого дня для участников стала телеведущая нашего канала, актриса, певица, радиоведущая Татьяна Иловских. Прогноз погоды девушка ведет уже больше пяти лет. Главное, по ее словам, в этом деле – доброжелательность и безупречный внешний вид. Посмотри, у меня тут нигде ничего не просвечивает, ничего не видно, не торчит. Он говорит, да, все нормально. Я говорю, здесь у меня складочек нет на коленках? Он говорит, нет у тебя нет. А морщинок у вас здесь нет? Нет, нет. И только после этого ведущая приступает к записи прогноза. Репетировать все это дело перед зеркалом. То есть прямо смотрите на себя со стороны, как вы будете идти, как вы будете поднимать руки, как вы будете поворачивать голову. Это как раз одна из самых сложных задач ведущего – движение в кадре. У ведущих прогноза погоды вообще своя хореография. Давайте потанцуем. А вот теперь можно добавить слова. Итак, вы смотрите прогноз погоды от участников проекта «Пора в эфир». Здравствуйте! Прогноз погоды на выходные дни представляю я, Ольга Гудила. И вначале полезная информация от спонсора. Завтра в городе облачно, местами небольшой снег. Днем 3 градуса с отрицательным знаком, а ночью минус. Минус 6, ветер слабый, юго-западный. Нужно поработать над руками, да, и, конечно же, не зажиматься. То есть перед тем, как выйти, максимально прямо все сбросили, все зажимы. Ко вторнику станет теплее. Температура воздуха днем поднимется до 2 градусов со знаком «плюс», а ночью составит всего минус 1 градус. Можно поменьше жестикулировать, то есть, чтобы ладушек таких не было. В воскресенье вновь ожидаются осадки. Минус 4 в дневное время и 8 градусов ночью. Понедельник – небольшой снег, минус 2 днем. Мы знаем, выступление Михаила некоторые зрители ждут больше всего. Поэтому покажем его чуть больше, чем остальных. Можете не благодарить. Нет, нормально. Я думал, хуже будет. Ветер слабый, юго-западный. Атмосферное давление понижено 720 мм ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Но, как многие, возможно, догадались, в прогнозе погоды Михаилу тоже тесно. Я буду работать в своем формате. И если он устраивает, то тогда без проблем. А если мне нужно в рамках зажаться и конкретно следовать какой-нибудь кодексу телекомпании, то я просто не смогу. Ну, либо я буду это делать очень сухо. Кроме погоды мы предложили участникам попробовать себя в самой свободной и эмоциональной программе нашего канала – «Афиша». Как стать идеальным ведущим «Афиши» рассказывает Дмитрий Коньков. Это завлекашка. Разговор такой. Да, необходимо сделать таким образом, чтобы люди посидели, послушали, а потом всем коллективом собрались и пошли туда, куда ты их пригласил. Ну что ж, проверим, после чего выступление вам, дорогие зрители, захочется провести выходные в музее, на концерте или ралли. Добрый вечер, здравствуйте! Вы смотрите программу «Афиши» и я прямо сейчас расскажу вам о том, как можно с пользой для души и разума провести свободное время. Каждый мальчишка хоть раз в жизни мечтал скататься за рулем мощного внедорожника и проехать на нем через бурелом, грязь и снежные заносы. Да что там мальчишки, этого желают и взрослые. Но в крови у нас потребность преодолевать трудности. Ну хватит о спорте, давайте поговорим, ну например, о музыке, конкретно о джазе. Большой концерт в нашем городе дает уникальный джаз-квинтет Дениса Давыдова. В Азии предпочитают доверять сердцу и создают нечто уникальное и прекрасное. Например, в Турции придумали оригинальную технику рисования эмбро. Ну а любителей классической музыки и литературы я приглашаю посетить виртуальный концертный зал. Здесь вас ожидает программа «Ночь перед Рождеством». Как нам кажется, эти ребята могли бы легко вести подобные программы на самых разных телеканалах страны. От культуры до Муз-ТВ. А вот что думают сами участники. Ну мне сегодня было проще, например, чем новости. Новости меня просто из колеи выбили. Вести афишу мне больше понравилось. Прогноз погоды был тоже очень интересный, но надо иметь такую выдержку. То есть надо держать себя в руках. А Ольга в погоде, как рыба в воде. Но волнение все же захлестывает. Зато женщина поменяла свое мнение о Кайсе. Он сегодня просто раскрылся, мне кажется. Он креативил. Он придумывал что-то новое. У него голос это просто, если бы у меня был такой голос, я ему завидую по-доброму. Очень четкий голос. Ну как-то уже поспокойнее себя начал чувствовать на самом деле. То есть если первые дни, первые съемки было какое-то напряжение, да. Даже чувства какие-то соревновательные. Сейчас я как-то привык к ребятам, привык к вам, к операторам. И тут уже не соревновательный вот этот инстинкт срабатывает, да, азарт. А именно как работа в команде. Вот это самое сложное было для меня. Я так и не поняла пока. И понять где утро, ночь, день, понедельник, вторник, среда, я немножко пока еще не разобралась. Телевизионный мир удивительный и бескрайний. И разобраться в нем до конца, наверное, невозможно. Участники нашего проекта пока познают только азы этого искусства. Но могу вас заверить, что следующее испытание окажется для них еще волнительнее, чем все предыдущие. Увидимся завтра.